всем привет в токио как будто по часам концу августа посвежело и стало прохладнее и как-то даже запахло осенью поэтому захотелось вспомнить летние деньки как оно было месяц назад пение или треск цикад еще слышится но лето закончится и цикады исчезнут пение цикад это звуковое сопровождение лета в токио уходит лето и она стихает у каждого сезона в японии есть свои символы но сегодня я не буду рассказывать о традиционных темах в искусстве в живописи литературе в декоративном прикладном искусстве которое символизирует лето сегодня мы поговорим о простом а быть и для меня приход токийского лета это появление на улице большого числа дам под зонтиками задумалась об этом сейчас потому что последнее время выходила в город на съемки и заметила что их стало гораздо меньше еще летом в мини-маркетах появляются определенные продукты ну и вообще летнее меню отличается от весеннего осеннего так с наступлением жары во всех мини-маркетах появляются разные фраппе традиционные летние фраппе это клубника персик манго в этом году была вот такая новинка это пикачу с ананасовым вкусом стакан пластиковые замороженным фраппе там обычная сироп кусочки фруктов берешь в морозилке дальше подходишь к такому автомату кофейному и добавляешь горячего молока пропа из мини-маркетов очень вкусно и стоит дешевле чем в кофейне та же ситуация с кофе и об этом уже говорила очень он неплохой особенно family marty а стоит он как минимум в два то и три раза дешевле чем в кофейне в общем кофе в дорогу из family marty я прям рекомендую наступлением лета в аптеках появляются разнообразные охлаждающие средства тоже символ лета для меня в этой упаковке одноразовые охлаждающие салфетки ведь написано минус 3 градуса это охлаждающая маска для глаз подобные маски конечно продаются круглый год они помогают глазам отдохнуть но вот к лету делается специально такая охлаждающая упаковка коробочка с ледяным принтом всегда привлекает внимание в жаркие дни внизу на стеллаже который выставлен прямо на улице как ходовой товар снова охлаждающие салфетки с разными ароматами бывают и без запах снова охлаждающие средства маска для лица спрей кстати спреев с каждым годом все больше и больше разных вариантов от разных брендов есть которые просто брызгаешь на кожу есть для одежды вот эти для рубашек например те которые с ароматами различаются для мужчин и женщин но аромат у них очень мягкий ненавязчивый в жару разнообразные прохладительные средства придумали не только для людей но и для домашних животных телевизор я обычно смотрю по утрам только тогда у меня есть время и этот репортаж был в конце июня а только начиналось и по телевизору рассказывали как защититься от солнца как не получить тепловой удар с наступлением теплых дней тогда даже и собачек показывали у которых были специальные охлаждающие ошейники или платочки на шее а это спрей биби крем тоже с охлаждающим эффектом следующий товар конечно вне сезона но летом в жару в офис очень полезная вещь здесь коробочках эти подмышечники только белого цвета а так бывают бежевые еще и черного подмышечники ура эти одноразовые на липучке никак не могла выговорить слово кроме этого конечно летом в аптеках огромный выбор разных солнцезащитных средств а теперь по меню на жаркую погоду летом специальное меню и в ресторанах и специальные продукты в магазинах первое летнее меню которое приходит на ум это холодная лапша лапша может быть разнообразная и гречневая и толстенькая пшеничная удон и яичная и рисовая любая ее отваривают а потом под холодной водой охлаждают и подают также с охлажденным соусом все это была разная лапша а рядом в бутылочках концентрат для соуса гаспачо летом тоже хорошо но немножко из другой оперы я же хочу показать вот эти пакетики чая это ячменный чай которые летом подают холодным и заваривают также в холодной воде и ячменный чая тоже считается вкусом летом также как и у ноги угарь его принято есть летом есть даже специальные день и когда все едят угарь началось это в период это где-то восемнадцатом веке считается что очень сытные богатые разными питательными веществами и витаминами угарь помогает преодолеть летнюю жару про угарь еще расскажу а сейчас в кадре японские сладости которые летом также оформляются по соответствующей тематике цветочки фейерверки большинство сладостей которые сейчас показываю сделаны из сладких бобов грубо говоря это сладкая паста из отварных японских бобов желе золотыми рыбками продают круглый год но если будут летние цветочки то это сезонный вариант вот здесь зеленый листик скоро осень и обязательно в этом желе будут красные кленовые листочки кроме изысканного дизайна можно купить и попроще вообще желе очень активно летом продают его покупают и так как жарко и что-то тяжелого сладкого не хочется охлажденное желе для сладкоежек очень подходит все это простые леденцы но в форме ягодок и фруктов это рисовые крекеры тоже в летнем исполнении с подобным дизайном продают конечно и печенье еще одна японская сладость внутри снова сладкая паста из красных бобов вкус наверное традиционный но необычная форма в виде ракушки опять любимые в японии рисовые крекеры внутри ничего не меняется крекеры круглый год одинаковая а вот упаковка украшается по сезону это я никогда не пробовала похоже на помидорчик черри но это сладость 12 штучек стоит около 25 долларов простые леденцы на палочки наупакованы как ветряные колокольчики это тоже символ японского лета сейчас мы прогуляемся по традиционному японскому магазину магазин современные товары традиционные японские и в подобных магазинах как нигде ощущаешь какой сезон сейчас в таких магазинах атмосфера всегда хорошая но еще и добавляется колорита времени года и вообще как-то очень приятно прогуляться посмотреть поглазеть я люблю ходить такие магазины там продаются традиционные качественные товары но они всегда дорогие поэтому редко я там что покупаю веер можно сказать уже уходящий японский символ лета их все равно везде в жару продают но на улице уже вижу редко разноцветные палочки длинные в упаковке японские бенгальские огни японское лето знаменито фестивалями фейерверков во всех крупных городах устраивают большие красивые салюты над рекой над горами собираются много народу выпивают разговаривают веселятся в этом году впервые за последние три года раньше все отменяли из-за коронавируса такие салюты устраивались и в токио и в осако и в киото собралось очень много людей если же не салют то бенгальские огни можно зажечь во дворе своего дома японские бенгальские огни достаточно большие и горят долго они прям такие длинные толстенькие и на улице зажигать и бегать по улицам не принято это можно делать только в своем частном дворе или если это парка или парку реки специальные полянки для этого выделяются и только там летом в определенные дни можно зажечь эти бенгальские огни это милые кухонные полотенца для того чтобы обтирать мокрую посуду интересно что они сделаны из традиционной москитной сетки времена изменились сетки сейчас другие и вот традиционное производство фрефектуре нара придумала делать вот такие полотенце из 5 слоев этой тонкой сетки полотенце очень приятное это стопроцентный хлопок и конечно подкупает дизайн обратите внимание на держатель для этих полотенцев казалось бы ничего особенного все очень мило думала сейчас почему же не купила увидела цену 30 долларов наверное поэтому не купила а вот полотенце пожалела что не взяла тогда в следующий раз если увижу такие наверное куплю на кухне но возьму для настроения уже с осенним дизайном на рукавнике и в них традиционно да и по сей день многие по дому работают на плечиках тоже традиционный очень закрытый фартук даже наверное домашнее платье но его надевают обычно поверх домашней одежды и сейчас сама себя улыбнула потому что этот фартук уж очень похож на халат профессора преображенского металлические прищепки и кисточки для смахивания пыли например сваз традиционные совочки и метелки это снова фартук но уже укороченной и повеселее хотя бы полосочка я люблю японскую керамику и их заварочные чайники очень милые но как же здорово смотрится вот такой простой стеклянный прозрачный чайник похоже был он очень хорошим его цена около 200 долларов внизу травяные чаи из осака япония у многих ассоциируется с зеленым чаем но скажу вам что они столько же пьют кофе сколько и чая летом в жару все пьется в еще больших количествах но конечно в охлажденном виде очень много продают видов кофе именно для охлажденного напитка есть и кофейные концентраты немножко концентрата лед молочко и вкуснятина кроме холодного кофе и холодного зеленого чая лето в токио меня ассоциируется и вот с такими традиционными газировками в этом году я даже увидела подобное в мини-маркетах обычно я видела только в традиционных магазинах или в каких-то специальных лавках а вот сейчас и просто в мини-маркете по соседству снова полотенца но я думаю что это для рука или брать с собой в сумку вообще в жару вообще круглый год мне кажется японки в основном всегда в сумке имеют подобное маленькое ручное полотенце рау она вообще очень актуально можно вытереть от промокнуть шею лоб а еще используют и для рук после туалетов последние три года в японии не работают вентиляторы сушилки для рук наверное из-за коронавируса все заклеили не работают и не везде есть бумажные полотенца поэтому руки-то помыть можно везде мыло есть а вот высушить их или вытереть нечем поэтому у всех есть небольшие ручные полотенца думаю что у 90 процентов летом в сумке будет такое полотенце а у дам возможно и по две штуки потому что они будут смотреть чем руки вытирать а чем лицо промелькнули холщовые сумки и снова летний аксессуар который вы уже не раз видели на улице на японках это длинные перчатки внизу хлопковые шали рукава чтобы защитить руки от солнца а это перчатки в таких традиционных магазинах они обычно из качественного тонкого хлопка бывают разные по длине и если очень длинные то бывают дырочка для большого пальца или просто без дырочек натягиваются запястья до плеча большинство же конечно держится на большом пальце и вот разные виды которые были представлены в этом магазине еще один необычный продукт я раньше не замечала возможно просто не обращала внимание это лап для ногтей в японии его производит он конечно есть но какой-то традиционный что ли и рядом по традиции гребешки гребенки щеточки для волос стоит такой наверное больше 90 долларов если по курсу переводить бижутерия с классическим японским орнаментом формы узоров здесь очень традиционные все мелкое поэтому нужно рассматривать а сделано это просто из ниток летние детские подарочные наборы и игрушки летние потому что ткань летние наступлением осени будет другая будет потеплее летняя детская одежда в юката девчонок одевают редко а вот в костюмчики малышей и костюмчики с шортиками одевают очень часто интересных по дизайну и полезных мелочей в таких магазинах всегда очень много посуда здесь очень красивая и милая но как я уже говорила все очень дорого и я думаю что буду ходить такие магазины еще не один раз и буду вам показывать а пока автоматы с капсульными игрушками они бывают с разной тематикой с разными игрушками от разных брендов а эти летние в них крошечные сувенирчики в основном с летней тематикой стоит одна капсула около 3 долларов обычно цена за простую игрушку брелок или что-то попроще здесь какие-то изысканные миниатюры обычная капсула полтора доллара один доллар здесь подороже но игрушки поинтереснее да и сувениры явно для взрослых они могут позволить себе заплатить и побольше вот такой рассказ получился меня об уходящем японском лете теплые деньки в сентябре еще обязательно будут но цикады уже не будут петь и вечером рано начнет темнеть а на сегодня у меня все всем спасибо и до скорого пока